Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки не из легенды. Ежедневные награды мы с вами забираем за Лигу Сёгонов 2 звезды. Так, 500 долларов есть, значит мы с вами отправляемся сразу в магазин. Так, откроем колоду бесплатную для начала и купим себе телепортов. Так, саблезуб. Один из подписчиков сказал, что я могу искать ДНК на саблезуба. Проверим. Так, предметы. Тут максимальное и тут максимальное, так что никого покупать не будем. Что у нас по монетам? 80. Как раз хватает, чтобы нам приобрести 3 ДНК на Аллапекс. Давайте потратим. Хорошо. А по жетонам у нас 710, а нужно 830. То есть 110 жетонов нам нужно еще с вами где-то добыть. Как это все долго? А, погоди-ка, мы же хотели... Мы хотели с вами прикупить 100 телепортов. Покупаем. Замечательно. Так, по заданиям у нас все выполнено. Здесь я понабивал уже вроде бы, да? Ага. Ну, ребята, 4 эпизод не потянул, потому что мне, знаете-ка, вот таких вот дали персонажей. Ну, слабенькие, согласитесь, да? Против 80 уровня. Даже пытаться не буду, потому что это... Закончится все очень плохо. Список. Переходим сюда. И давайте посмотрим, где у нас саблезуб. Я хочу проверить, сможем ли мы на него искать ДНК. Так, где он у нас? Вот он. Кстати, одно ДНК нужно для того, чтобы... Хм... Навыки. Погоди-ка, какие навыки? Нам нужно найти его. Так, секунду. Саблезуб, найти. Угу. Так, а где же я могу на него искать ДНК? Кто мне скажет? Да и в любом случае, друзья мои, если я найду, мне все равно нужно его прокачивать. А для этого нужны осколки, которых у меня пока нет. Ладно, идем с вами на турнирную арену. В Лиге Сегунов одна звезда, ранг 34. Давайте посмотрим, какие мне противники здесь будут доставаться. 50 уровня. И начну я с Луки. Потому что у него два персонажа есть, да? Серебряных. И мне с ними будет довольно легко справиться. Так, 49, 51. Ну, давай, наверное, мы с вами начнем... Вот с 50 персонажей, да? И возьмем с вами сюда, наверное, Леонардо. С одной вертушки, я думаю, они должны все упасть. Играем мы с Лукой. Так, поехали. Проверим. Упадут все или нет? Нет, друзья мои, не упали. Давай так попробуем. Ага, Роксади упал. И Шреддер, давай, добей. Красавчик. Молодец. Ну что, идеальная победа. Сегодня, кстати, пойдем на испытания. Пока еще не решил на кого. Может быть, Рафика пойдем искать. А может быть, и на космических черепашек. Ну, определимся чуть попозже. Сейчас вначале здесь попробуем вернуться, да? В Лигу Сегунов, наверное, 3 звезды, если получится. Ну, я немножко сомневаюсь. Ух ты, Рамиль. Раз, два, три. Три персонажа в серебре. Ну, это прям подарок какой-то для меня сегодня. Так, возьмем таких персонажей. Можно даже попробовать без Леонардо сыграть. Сыграть. Давай-ка мы... Слушай, нет, рискованно. Нет, рискованно. Я не хочу, ребят, фейлить эту попытку. Будем играть также через Леонардо. Потому что, ну, мало ли, вот Кирби, да? Он ватник у меня. Его сразу могут здесь зачекрыжить. А тут у нас, видите, все на изи. Молодец у Саги. Добил его. Хотя тут был 53 уровня, а у нас 51. Двигаемся тогда с вами дальше. И я думаю, что в Лигу Сегунов 2 звезды. Да, мы переходим. 95-я позиция. Ну, что же, неплохо. Нам нужно... Оу, Анатолий. Слушайте, нам сегодня везет. Нам дают довольно прекрасных бойцов. Легеньких, так скажем. Так, 54-й уровень, да? Ну, тут можно уже действительно самим поиграть. Но вот этот вот меня, Рафаэль Оригинал, немножко смущает. А если мы сделаем с вами вот так? Лишь бы инициативу у нас хватило. И не забывайте, что у него Микеланджело, который может поставить уклонение. И мы можем здесь проиграть. Надеюсь, это... Что такое? Так, он все-таки что-то влепил, да? Но не на всех. Так, меткость мы понизили. Давай-ка вот этого, наверное, Оригинала будем бомбить пока. О, Смертельная волна. Изи! Ху-ху! Так, нормуль. Роквелл, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Тебе все равно здесь ничего не поможет. Он даже промахивается. На-ка, получи от Ваньки. И вот так вот бомбочку сейчас. Бумс! Это своего рода... Знаете, у него была похожа бомбочка на подводную мину. Вот. Хм. Она именно так выглядит. Так, ну что, друзья? Переходим с вами на 80 какую? Ух ты! Даже на 77-ю позицию. Это вообще меня радует. Давай определимся. Я думаю, что возьмем Чачу. Да, именно Чача. Так звать нашего противника. И смотри, что происходит. Я даже, ребята, думаю, здесь своими силами справлюсь. Потому что у меня бойцы 60-го уровня. А у него 50-го там какого-то. То есть мы с вами, наверное, Армагошей сможем так бомбануть. Этим метеоритом, который я прокачал на вторую ступень. Что им тут сладко не будет. Ой, сладко им не будет. Так, ну-ка. Змей Кавюн. Ну что же, минус 2. И вот этот вот. Добивающий. Кстати, очень, ребята, действительно мощная атака. Очень мощная атака. Я не представляю, если мы прокачать ее до 6-й ступени. Я думаю, он будет вообще имбовым. И, судя по всему, мы, наверное, его переведем в платиновый ранг. Да? Я думаю, вы будете не против. Но когда это случится, фиг его знает. Нам нужны осколки. А у нас с ними очень все плохо. Так, Константин, Костя. 61-й уровень уже здесь. Хм. Рокзар. Крис. Зек. Так, мне бы, конечно, не хотелось бы... Брать. Но я... Я все-таки рискну, друзья мои. Ой, сильно рискую я. Ой, как сильно рискую. Слушай, нет. Я не буду брать Эйприл. Потому что у меня очень мало массовых атак. Только лишь у Зека есть. Поэтому я возьму сюда... Железноголового. Это будет подстраховка. Потом, в следующем бою, мы с вами, наверное, возьмем Леонарда еще. Ну что, попробуем? В бомбочку бросаем. Так, в провокацию встать. Да, я встану в провокацию Рокзаром. Теперь вот так попробуем сделать. И бомбим с Железноголовым. Ух, Донни выжил. Ну-ка, пробей его. Шикарно. Ну что, друзья. То, что нужно, да, для нас. Еще осталась у нас последняя боевочка. Она будет сделана с помощью Леонарда. Конечно же, я его сейчас верну. Так, и выберем противника. Это будет, наверное, у нас... Можно взять Фикрита, да? Или Лукаса. Фикрита или Лукаса. Я, наверное, все-таки склоняюсь к Лукасу. Нет, вру. Возьмем Фикрита. Он послабее будет. Так, потратили один откатик с вами. И возьмем двух слабеньких. Двух слабеньких. Возьмем Эйприл и Эйприл Кунаич. Хотя нет. Я лучше возьму вот так вот. Да, Майкер Олевой. У него все-таки есть массовая атака, да? И он может понизить силу атаки. Ну, если прокатит, конечно. Начинаем с уклонения. Желательно, чтобы Рафаэль встал в провокацию. Ну, может быть, этого и не понадобится. Может быть, и не понадобится. А может быть, и понадобится. Хм. Давай все-таки для подстраховки, ребят. Рафаэль встал в провокацию. Теперь массовая атака от Майки Ролевого. Видите, да? Понизили мы атаку противнику. Наша Эйприл принимает Телекинез. Минус Стокман. А вот это ты зря, парень. Это тебе уже не поможет. Вот поверь мне. Все. Согласитесь. Сейчас было хорошо. Мы на изи прошли. Ну, и нам остается только лишь перейти. Куда? Да никуда, ребят. Мы не перейдем с вами на Лигу Сегонов. Но зато мы перейдем на испытания. Давайте посмотрим, что нам здесь лучше сделать. Испытания Космические Странности и День Дони. Ух. Я пойду, наверное, все-таки на Космические Странности. Так. И хотелось бы посмотреть, кого мне дадут. Ох, ёки ты палки. Друзья мои. Ты посмотри, что нам тут дали. Всю мою имбу. Все мои платиновые персонажи здесь. Ну, это круто. Значит, мы сможем с вами, судя по всему, дойти далеко. А может быть, даже и пройти. Нет, пройти вряд ли. Но далеко пройдем, это точно. Так. Космические Странности. Мы с вами здесь будем зарабатывать ДНК на наших космических черепашек. Они мне тоже нужны, потому что они практически не раскачаны. Потому что на них ДНК нигде не найти. Вот только вот за счет всяких испытаний. Так. Ну что, Джастин. Ватник этот. 12 уровня. Да. А один из подписчиков сказал, что у него Джастин довольно неплохо прокачан. И он там отжигает. Будь здоров. Я, ребят, не спорю. Все может быть. Он у меня просто не прокачанный. Поэтому всегда подводит. Понимаешь? Так же, как и крысиный король. Несмотря на то, что у него очень большой уровень, скиллы не прокачаны. И он сдувается. Так. Давайте дальше. Так же на автобое. Так. Ну что? Тут крысы у нас. Противные, между прочим. Посмотрите, как они мерзко выглядят. Ух. Фу. Так. Вторая волна. Смотрим, что у нас тут. Ага. Люди-грибы. Почему? Я до сих пор не могу понять. Почему это люди? Ну, я думаю, что в мультике, да, это где-то про них рассказывается. Как мне сказали, Рэй, не задавая вопросов, посмотри мультик. Я бы с удовольствием, но мне кажется, будет неинтересно мне смотреть мультик. Потому что я уже вышел из этого возраста, чтобы мультики смотреть. Я и фильм-то еле-еле заставил себя посмотреть в свое время. Так. Ну что? Победа. Все идеально, друзья мои. И мы переходим дальше. Так. Бакстер Стокман. Опять игра заскрепела. Нам надо перезайти. Честно говоря, я не понимаю, почему вот когда выиграешь, да, определенный бой. Начинаешь выходить, и у тебя начинает вот игра, именно звук скрипеть. Не знаю, в чем проблема, но в любом случае продолжаем с вами. Так. 35 уровни здесь. Тут даже еще и бронза есть. Фух. Сейчас просто их расчекрыжим моментально. Вот поверь мне. Так. Мутант Белки. Похоже они, знаете, на кого? Вот на чужих. Я уже это неоднократно говорю. Тля и бронированные тараканы. Хей! Это вообще изи для нас. Так. Бомбанули. Переходим дальше на последнюю третью волну. И здесь у нас будут Бакстер Стокман, да? И два черепашонка из космоса. Дони. Майки. Бронированный паук. Ой, паук. Конечно же таракан. Бронированный паук. Кстати, могли бы сделать бронированного паука. Почему бы и нет? Так, ну что, друзья. Мы с вами двигаемся далее. Мы двигаемся далее. Далее у нас одно ДНК на нейтрализатора получается. И вот уже пошли черепашки из космоса, да? Так. Первый у нас идет Рафаэль. Сорок пятого уровня, кстати, здесь уже будет босс. Так что, ребятулечки. Да, мы вряд ли с вами сможем пройти. Я сейчас только что вспомнил, что здесь будут вот эти вот каменные големы. Один каменный, да, по-моему, а другой электрический. И они будут там выдавать такие кренделя, что нам мало не покажется. Даже несмотря на то, что у меня персонажи такие сильные. У них там ульта очень-очень мощная. Один лаву выплескивает, другую электричеством бьет. Причем массово это все дело происходит. Как так? Сорок пятого уровня был у нас кто? Рафаэль, и мы его с первого удара не смогли подбить. Хм. Удивительно. Так, что такое? Ну ладно тебе, хорош ты. Не пригодится. Ну что, друзья, вот и босс. Естественно, он здесь не один. Их здесь будет двое. Они как два брата-акробата. Вот этот лавовый, а вот этот вот электрический. Что-то тут борются, да, такие между собой. Хоба, заметили меня и сразу переключились. Я, ребята, на автобое. Я уверен, что здесь мы с вами пройдем. О-ху-ху-ху-ху. Минус один. Так, давай-ка. Тыч. Просто один выстрел от зэка и электрический упал. Хе-хе. Шикарно. Ну что же, мы с вами зарабатываем одно ДНК на черепашонку из космоса. И это у нас кто? Конечно же, Рафаэль. Жалко, что одно ДНК. Могли бы давать по две штучки. Так, ну что. Следующий у нас Леонардо из космоса. И противник уже имеет 50-й уровень. Опять же, 4 волны. И опять же, ребята, автобой. Угу. Что-то врага мы сразу... Ага, нет, Лео. Ну, Лео, извините, 90-го уровня, да. Поэтому ему грех было с удара не забомбить. Так, мутированные белки, да. А вот, ребята, кстати, да, механические пауки. Почему бы и нет? Ну, можно их так и назвать. Так, белочку подбили. Подбили. Переходим на третью волну. И здесь у нас мутант белки и люди-грибы. Люди-сосунки. Я бы так сказал их. Ну, я помню, когда раньше вот играл, когда был слабеньким, маленьким. Эти грибочки мне давали такого джазу, что, мама, не горюй. Просто бомбили. У них же там есть и отравление, и ослабление, да. Чего только нету. Так, ну что, я думаю, Сармагуш это... А, Майки решил станцевать. Ну, ладно, хорошо. Пускай станцует. Зэк бросает бомбочку. Замедлили всех наших противников. И я думаю, что это для них, ребят, фиаско. Да ладно. О, добил Майки. Молодец, красота. Все. Без напряга. Вот, на самом деле, без напряга. Это были 50-е уровни, да. Точнее, не уровни, а 50-е левлы у наших противников. А мы с вами двигаемся дальше. Так, Леонардо Космос. ДНК 1 получаем. И следующий у нас идет Микеланджело. Так, потом Донателло и в конце Армагон. Ну, я тебе скажу так. Армагона можно не получать, потому что он у нас прокачан. Нам остается только лишь получить 330, да, по-моему, платиновых осколков, чтобы перевести его в платиновый ранг. Вот, в принципе, и все. А ДНК на него нам не нужны. Поэтому получаем с вами, наверное, Донателло Космос. И на этом можно, в принципе, закругляться. Так, сколько здесь волн? По-моему, 4, да, так же? Да, ребят, 4 волны. Опять мутант Белки. Опять же, бот Пауки здесь, которых мы разбираем практически на изи. Так. Зачем? Ну, зачем, железноголовый? Зачем ты вот сейчас применил массовую атаку? Я не понимаю. Вот здесь бы сразу бы бомбанул бы и было бы нам счастье. А ты ее потратил. Ну, ладно. Фиг с тобой. Кстати, я не заметил, здесь у нас босс будет или нет? Босс будет, по-моему, на Донателло. Да, ребята, здесь никакого босса нету. Здесь у нас Майки, Лео и Армагон. Ну, что ты? Ага, вот так решил сделать. Ладно, я не возражаю. Понеслась, ребята, у них. Понеслась. Так, а это иммунитет он, оказывается, вешает, да? Вот оно что. Опачки. Ну, не тут-то было, родной. Ты немножко опростоволосился. Майки танцуют, естественно. Повышаем уклонение. И да... Слушай, посмотри, ребят, под защитой Армагон... А, нет. Лео... Что ты такой? Куда он полетел-то? Эй! Это, ребята, видимо, ульта была. Да? Ну, так как он 65-го уровня, естественно, он пробить не смог. А тем более, Арфаэля. Опачки. А почему мы сейчас ударили Лео, да? Именно Рафиком. И не попали. Ярость Рафа. Ну, все, ему хана, друзья мои. Ему хана. Зэк такой, тыч, с разворота, да? Ногой ему в бубен. И тот полетел. Ну, что же. Переходим на Донателло. Я думаю, что это будет последний наш бой на сегодня. Он... Он коварный, Донателло-то, да? Тут уровни какие, кстати? Давай-ка глянем. Ё-простые. 75-е уровни. И плюс еще два босса. Ну, естественно, пять волн. Так, играю я сам. Здорово, Крэнги. Мелкаши, Клопыши. Начнем с уклонения, естественно, друзья мои. Потому что нам нужно уклоняться. Бумс. Я массовые атаки пока, наверное, применять не буду. Ты посмотри, что делают, а? Атакуют зэка. Нет, 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 нет. Друзья мои, так дело не пойдет. Зачем вы бьете мне зэка, а? Он же классный парень. Зачем вы его обижаете? А ну-ка, вот так вот. А так, если... Упал. Это первая волна, да, только еще? Привык, что мы с вами очень быстро продвигаемся. Поэтому, как бы, теряешься. Первая волна. Смотрите, а почему вот, ребята, они разного цвета? Красный, синий. Фиолетовый. Оранжевый. Не знаю. Че они так разукрасились? Давай бомбить. Ну, как шикарненько. Так, а здесь? Была бы двойная атака, было бы смачно. Зэк, кстати, очень слабоват вот именно этим ударом. Так, ну-ка, ответочка. Молодец, Раф. Ну, хорош, хорош, хорош. Так, Рафаэль, дай ему по щам. Так, я думаю, что пора его, наверное, добить. И вот этого приступим тоже уничтожать. Так, не получилось, а так. Слушай, ну, удар вот ногой слабоват. Мне кажется, лучше применять... И он и выстрел из пальца, да? Можно так это назвать. Третья волна. О, стрелозадики. Третья волна. Ну, это изи. Это вата. На самом деле, можно взять провокацию, но я не хочу. Я не буду. Я буду их разбирать, наверное, обычным способом. Ух ты. Можно хильнуться. Не хочу, ребята. Не хочу я хиляться пока. Нам все это пригодится уже. Так, тихо, 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 тихо. Что ты делаешь, а? Да ладно, успокойся. Так, может быть, уклонение влепить, а, друзья мои? Или пока не стоит? Нет, давай уже после следующей волны мы с вами поставим. Да? Как раз вот здесь мы и захиляемся с вами, и поставим уклонение, потому что к боссу нужно уже идти подготовленным. Тем более, сейчас вот эти вот ребятушки нас немножко пощекочут. Я больше чем уверен. Да что ты не падаешь никак, а ты посмотри на него. Ага. Раф, молодец. Он промахивается. Что нам сделать? Я уклонение пока не буду ставить. Не уклонение, точнее, а эту, как ее, провокацию. А если я подожгу? Тьфу. Мимо? Нет, 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 нет. Это не есть гуд на самом деле, друзья мои. Что ты там делаешь? Крутой еще стоит. Слушай, а нам нужно хиляться. Да, 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 нам нужно обязательно хильнуться. Ух, елки-палки. Это уже, друзья мои, опасно на самом деле, потому что здоровья у зэка вообще мало. Плюс у нас тут, смотрите, сами. Пониженная атака. Ха. Бомбочку, брусь. Нет, давай вот так вот, наверное. Тыч. Слушай, они крепкие. Они очень, друзья мои, крепкие. Армагон. Нет, 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 нет. Только не надо, не надо. Ну, вы поняли, да? Чего я боялся, то и произошло. Да какого лешего вы такие сильные? 75 уровень. Да ну нафиг, ребят. Ну, что за дела-то? Я не могу понять, а? Ну, что вот, что это за дела? Как так может быть? Какой-то 75 уровень разбомбил нас просто в хлам, просто в щепки. Промахивается еще. Блин, я не знаю. Давай провокацию возьму. Вот так вот. Хильнемся еще на всякий случай. От греха подальше. Ну. Во всем виноват Армагон. Со своим вот этим вот валуном. О-о-о! Чего? Вы издеваетесь? Так, слушай. Блин, а у него, ребята... Вы видите, что у него там, да? Попыточка есть. Бесплатная. Как говорится, на этот... Ну, в общем, для того, чтобы его сразу не убили. У него снимается шлем. А потом уже только... Ты достал уже, Лео! На, наконец-то его подбил. Так, теперь давайте-ка, наверное, будем с вами... Что опять? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну? Промахнись. Ага, конечно. Промахнулся он. Постепенный урон еще повесил на меня. Вот халабуды, а? Ребят. Да ну, завязывайте. Вы что, серьезно, что ли? Вы хотите, чтобы... Сейчас лучом пробьет. Я чувствую, сейчас рафик у меня упадет. Ну? Ну все, друзья. Я спекся. У меня шансов никаких больше здесь не будет. Я дойду до боссов, и что? Вот такой вот командой мне бомбить? Ну, Лео, да, у меня остался. У меня нет провокатора. Сейчас еще и железноголового. Наверное, добьют, скорее всего. Давай я на дорожку сделаю себе уклонение. От него, конечно, толку здесь. Вообще никакого. И этого Доника. Надо бы его... Да промахнись ты. Промахнулся. Слушай, хильнемся. Давай лучше я сделаю отхил. Да, как-то очень мало, ребята, у нас восстановилось здоровье. Ну, что ты там опять придумаешь, а? Опять метилетный удар, а? Ну, в принципе, ребят, я не против. Я зато сейчас захиляюсь. Так, пробьем. Ай, хотел хильнуться. Но нет, я пошел к боссу. Без отхила, без всего. Тем более, у меня три персонажа вместо пяти. Тут еще эти босяры. А никакого, восьмидесятого уровня, по-моему, да? Хе-хе-хе. Ну что, готовы, ребята, к избучке? Я так лично уже подготовился. Я знаю, что мне их не пройти. Ну, хоть ты тут что делай. Давай я, конечно, попробую хильнуться. Но вы сейчас увидите, какие у него будут мощные атаки. Бум! На полторы тысячи с удара. Бум! На три пятьсот. Нормально? Как вам такой раскладик? Просто обалдет. Семьдесят пятый уровень у них все-таки, да? Давай я начну с вертушки. Посмотрим, сколько мы отнимем у них здоровья. В принципе, неплохо. Но они сейчас будут применять вот эти вот противные вещи. Да, бедная железная голова. Упала. Подбили. Двойная атака. Давай, давай майки еще одну. Хорошо. Сейчас будет веселухо промахнуться. Ага. А этот попал. Так, давай я, наверное, вот этого добью обычной атакой. А вот этого уже будем супер атакой. Сейчас он будет применять свою ульту. У него электричество. Так, а мы с вами поставим уклонение. Ну. Пошла. Ульта. Отлично. Ребятушки, мы выжили с вами? На! Ну что же, в принципе, друзья мои, я своей цели добился. Мы хотели с вами получить ДНК на Донателло Космос. Мы получаем. Но на Армагона я и не собирался идти. Жалко, конечно, что пофармить не получится этот уровень. Да? Этот уровень был бы хорош. У него вот тут, смотрите, все черепашки. А тут? А тут тоже черепашки. Но тут еще нейтрализатор затесался. Он как бы мне не особо нужен. Но мы можем с вами попробовать. Давай рискнем. Два доллара. Какое счастье. И ты посмотри, вот именно нейтрализатор в него попадает. Кольцо крутости. Зачем? 35 жетонов. Все, ребята. Сырок на этом кончился. Так, ну у нас испытания, в принципе, на Армагеддона идти не стоит. Я уже вам говорил об этом, да? А вот платиновая, негодники, посмотреть стоит. Ну что, друзья. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть. Так что всем пока. Удачи. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok